Немножко закончить, потому что там никак нельзя было Нам тут, конечно, в счете не жить, им жить Здесь дело не в имени Вот Игорь очень хорошо сказал Сходится ли жизнь этого святого с тем, что западено Господу А все остальное, ну, нам, допустим, не нравится какое-то имя А что оно означает? А когда в перевод там не кнешь этого имени, то ой-ой-ой Как первый человек был назван этим именем? Что в нем заключалось? Вот сегодня некоторые знают, что был Авраам, а стал Авраам Ну и что? На другую длиннее имя и все? Да Авраам означает странник Странник ходит везде, как вот Мартиниан, который прыгнул тут где-то Ни о ком не указано, сколько он обошел А о нем указано, кажется, 240 городов пешком Это не на машине Он ничем больше не занимался Он ходил, ел, ходил, ел, ходил, ел, больше ничего нету Ходил уж без лопатки Надо смотреть на Евангелие 13.7, прочитай Евангелие, это посланник евреев Послушайте Это продолжение разговора, что на собрании было и сейчас на занятиях 2 марта 2014 года Что читать? 13.7 Ну 13.7 Смотрите на причину Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие И взирая на кончину их жизни Подражайте вере их Мне говорят, вот вы беседуете как миссионер А часто вы пользуетесь таким доказательством, что вера православная самая истинная Ну я говорю, почему? Католики тоже доказывают, что истинная И кришники доказывают А чем вы доказывать будете? Ну что у нас мощи От мощи целительная сила исходит Чудеса А они не гниют Они как живые лежат Я говорю, что не насколько глупы наши миссионеры Но к этому методу они еще не прибегали Не прибегали, да Они понимают, что мертвее мертвого А они, да еще за кости хватать все Те, которые издавали, не писали Писал это Дмитрий Ростовский Он списывал большую часть каких-то там других, которые были житья написаны Брал вместе Остальное выдумывал Его неоднократно было видение А это было не так И главное Это он указал только два раза А этих, может быть, было 222 раза Это никто не знает Он пишет одно житие Ну а где он был-то, Дмитрий? Это современник Петра I Это начало 17 века Вот 18 века уже К нему является кто-то ночью И он говорит, ты написал обо мне Житие, а неправильно написал Он говорит, а почему? А вот посмотри, видишь, у меня как вот это вот место, икра Вырезанное мясо А ты про это не написал А вот эта нога, видишь, сухожилие, я наступить не могу Это мне, говорит, пилой перепилили, литовкой где-то Он говорит, а кто ты такой? Он говорит, Орест Святой Орест Он его не знает Он о нем писал Что-то просил откровения Он талантливый писатель И он это написал, Дмитрий Ростовский И сам написал, что явился святой И сказал, ты неправильно обо мне пишешь Он простой был Дальше Он видит во сне мощи Укладывает в авары И перекладывает И дальше какое было откровение И он оттуда узнает Из сна Тонкий монашеский сон Он всегда тонкий Прямо ниточки бесит Но Все 12 томов жития святых Подвели под общее Вначале Поминайте наставников ваших Ни чудеса Ни переодевания Еще раз посмотри Это они, тогдашние Замурованные Запечатаны под монашество На 10 раз И они, однако, эпиграфом ко всем 12 томам Вначале в самом взяли Итак, поминайте Слово поминайте Это повелительное наклонение Можем поминать Я поминаю Мы поминаем А поминайте Это восхитительный знак Это повелительное Поминайте Не забывайте Поминайте Понимаете как? Это в повелительном наклонении Говорится Что надо поминать А как лучше всего поминать-то? И люди понимали Закрепить это имя В названии детей Я ничего вам не говорю У Иоанна Златоуста Учитель был в Милете Его сослали в ссылку А его народ любит Но в это время это епископа нет Призвали Павлина У нас Павлина это птица, а это имя Из этого Павлина еще Появится кое-что Но вот освободили этого Милете это И народ по любви к нему Вот мальчики рождаются Ну как вот в 62 году Юра, Юра, Юра Юрий Алексеевич Гагарин, вот они, Юрки, появились Почему? Первый космонавт Первый человек, пронивший За границей тяготения Земли Сын Вселенной И везде, все это Вот они стали называть Милетим У нас одного Милетия нигде нет А Златоуст говорит, а Златоуст говорит И стали все называть, родиться как? Да конечно Милетим То есть никаких календарей, как мы этого не было А они называли в честь кого-то И апостол Павел Говорит, поминайте наставников ваших А поминание, как поминалы? Где? А сколько наставников было? Ну сколько, надо узнать Ты понимаешь, что значит узнать? Написано, ни одна черта и ни одна иота не уйдет из закона До коли не исполнится все Но, вот я сейчас листик вырвал А ты как узнаешь, вырвал я его или нет? А я взял одну строчку, выпучкал ее, вымарать называется Значит, надо абсолютно точно знать, сколько букв Сколько чертышек и сколько йод и кратков А евреи знали, евреи знали У них ученик, когда писал, то напротив каждой строчки Вот здесь на полях он показывал цифру, писал Сколько букв Следующий написал и скорее считает, что буква не потерялась Следующий опять Напротив каждой, вот как они А то масоны, масореты Вот как раз они и сохранили для нас Не ругать надо их, а похвалить Это они и так Так вот, сколько в Библии-то? А я знаю Я приложил немало усилий И сосчитал, сколько в Библии букв Каких букв Сколько стихов Сколько слов Сколько черточек, сколько и краток И это все в девятом томе Вот лежат книги у меня В девятом томе все это показано Можно будет потом открыть Это пятый, по-моему А вот девятый Девятый, ну-ка дай-ка сюда Вот люди говорят, а зачем тебе нужно? Затем, чтобы выполнить Слово Божие Чтобы знать надо, что ни одна черта, ни одна буква не пропадет Ну я считал, а потом мне помогали И помогали наши ребята Они на калькуляторе сидели А я готовые цифры дал им Вот, посмотри Вот отсюда начни считать слух Страница какая? 232 Вот здесь начинается И я перечисляю, смотри, какие книги Статистика на Библию Я сосчитал, сколько глав, сколько стихов, сколько букв А вот слушайте, брат Прочитай, вот это что написано Новый Завет? Вся Библия Вот Новый Завет Вот давай, вся Библия Слушай, Новый Завет Новый Завет А и давайте с Ветхого тогда Или что, Новый? Ветхий Завет из канонических книг содержит 39 книг 929 глав 23272 стиха 438906 слов И 2 миллиона 59465 букв В неканонических книгах Теперь в неканонических отдельно А там впереди по одной книге А потом я их сложил Также входит Также в неканонические Входит 13-14 главы книги Пророка Даниила И молитва Монасии 2-я Паральпомиум 36 главе Это составляет 172 главы 5855 стихов 100787 слов 500138 букв Новый Завет Содержит 27 книг Это 260 глав 7955 стихов 129596 слов И 612909 букв Библия вся Вся И не канонические 77 книг 1361 глава 37082 стиха 669284 слова 3 миллиона 172512 букв А теперь в самом конце Посчитай Какие знаки Так Значит В Новом Завете 488 и Звук иота О которой Господь говорит И кратко И в В Ветхом Завете 20809 раз Вот их надо знать Чтобы ни одна не потеряла А в Новом Завете 5236 раз А это Из чего Дальше Что-то другое сказал Итого Итого в Библии Черта Черточка 3440 раз И Иота 25055 раз Матфея 5 глава 1810 стиха Ибо истинно говорю вам Доколе не предет Небо и земля Ни одна иота Или ни одна черта Не предет Из закона Пока не исполнится Все Вы про иоту считали До этого И у вас мысль Не возникла Такая Подсчитать А у меня возникла Вот этим и разница Но в самом начале Когда я уверовал Я нашел Что это подсчитано В английском языке В русском языке Я не нашел Ни в интернете Нигде И сейчас Если зарядить Сколько надо Все выводят На наш Девятый том Да я потратил время Но я точно знаю А если на одну меньше Это уже не Библия Это уже обман Не предет Дороже неба и земли Это понятно? Понятно Понимаешь я тут? Да зачем мне эти цифры? А вот затем Владенька Положи-ка Держи туда А вот теперь смотрите 1173 жития святых Мужских имен Я спрашиваю Вот смотрят по этому Сколько мужских имен-то? Опять не знаю А я их посчитал Вручную Примерно 750 Примерно Потому что они в разных календарях По-разному перекидывают 750 мужских имен А женских 270 И поэтому женщина Когда она рождается Ее труднее в свой день назвать В 4 раза Почти Вот как Труднее назвать И вот они теперь решили назвать Да имя Перечисляет Фатина Поминайте их И кто? Которые проповедовали вам Слово Божие Перечисляет Какие? Не то что она Залезла Мужская и женская Одежда Она прямо говорит Мужская и женская Нам не надо придумывать Она попросила Мерзости Перевести мерзости Для нее Святые Особое правило Гангерского собора Если женщина Это уже собор Не Библия 22.5 Второзаконие Если женщина Надевается мужскую одежду Да будет Анафия моим Подклятвая Проклята Какое же подражание Тогда неизвестно Какая мужская Тебе не надо говорить Когда указано Ты отсюда Сегодня не видишь А тогда видели И он когда брал дома То брал Женину одежду А не то что там Свет или пуговки Мужская одежда Всегда разнилась Иначе бы никакой Разнилась Зачем Бог бы приказывал Это Бог показывал И которых называют У них не было Как у Марии Магдалины Ни одного дня Прожитого по Евангелию И подражать им Это может говорить Человек Который не слыхал Слова Христа Слова Павла Тут криком Поминайте А тут не поминайте То есть не подражайте Наоборот А Агафья Агафья Она умерла за Христа Она трудилась Она шла Она обнаружила Людскую трусость Как люди боятся Она когда взяли ее А люди пошли Она думает Многие нет Ее сопровождают Ну и она показала Будто шнурок Развязался Сама оглянулась Никого нету Никого нет Ну иногда так делаем И для вида Наклоняемся И житие это упоминает Агафья Вот это Мария Магдалина Мария Магдалина Она называется Апостол-апостол Она к апостолам Принесла благую весть Когда они сидели еще Апостол для апостола Вот этого звания Только один человек На земле удостоился Женщина Мария Магдалина Но ее житие Не считают никогда А житие Мария Египетская Будет сегодня считать Во всех храмах Миллионы нас Прочитали Почему монахи Та недосягаема А эта была где-то рядом Только бы увидеть ее Я их понимаю Какой недостаток Какая нехватка Бывала женщина Мужского монастыря И обнаружили Когда умерла Как они рыдали Только я не пойму О чем Что раньше не захватили Не обнаружили И уж так рыдали Так они плакали А тут ее гнобили Как хотели Выгоняли Ну считали за мужчину Федора Она оказалась Федора С ребенком вместе Выбросили ее Там где волки Львы Замастырят И она одна там скиталась Пастухи козье молоко давали Так это в биографии Указали только Потому что слишком уж занятно Да это бестселар Можно написать Показать Высочайшая вершина Жестокости Посылает А куда Надо воды хорошей привезти А там крокодил Людей пожирает Послали Зная что В крокодил ее сажают Это монахи Они от мира отошли Чтобы молиться За весь мир За какой За мертвого А кто живой Того отдать крокодилу Я их понял И она что Она садится верхом На крокодила И поехала Вот как Дело Это в житиях святых написано И подражать им Ну ты понимаешь Или нет Во первых Не проповедовала Ни кончина жизни Ни евангельская Ничего нету Это антиевангельский образ А кто писал Монахи писали А были ли такие Первые века Не было ни одного Я насчитывал Жития Я это знаю Не было В завязке Даже не было Муж Женой Анания Сапфира Апостол Павел У них Это у Павла Говорят Акила и Прискила Вот и все И сколько таких было Мы считаем Про них Вот И они Являются теми Кому надо было Подражать А здесь С какой стороны Подражать Она сидела Да Она работала Да Она откала Но они Никак не дальше Так это можно было делать Там Где свидетельствовать О Господе Она и не думала Туда На корабле Плыла по своим делам Ну случилось такое Ее выбросили Все Она засохла Дальше не идет А чем Она уже заранее Слышала Что такая жизнь Угодна Богу А кто это монахи Она евангельского Ничего на остров не принесла Но монашеская Вот это вот В ней сидела Обстоятельства Так сложились Это вечер Протянули руку Меня приняли Я тут и буду Теперь Теперь все Теперь только Клянется Христом Да какой клянется Когда клятва запрещена Клянущийся за порог Церковный Златоуз говорит Не запущу И восхищается Всем этим Как можно восхищать Это когда это Во-первых Вопреки Евангелия Вопреки прямых повелений Христа Вопреки канонам церкви Ни на что не смотрят Женщина подвязалась В мужской одежде Там вавила А она не вавила Там Евгения Да когда как приходила Во-первых По чужим именям Причищалась Он говорит А как же ты целовалась С ними С братьями Тебя же думали Что ты мужчина Женщины не должны В глаза видеть Ну а мы думали Что это ангел Перед нами Откуда думать Когда вы не знали Что она Да вы думали Обыкновенный человек А теперь уже Навороты такие идут Нельзя этому верить Не по Евангелию Мы сравниваем По Евангелию Видим Не Евангелие Скажите Подражать нельзя И в честь ее И называть нельзя Если уже По большому счету Вот и все А так и позвоните Расскажите А это все остальное Там крестное Там барабаш Говорят Они в защиту Этого Ни одного Довода не сделают А что они сделают Когда житья Его вдоль и поперек Прошел Они не могут Ничего сказать А почему тогда На житьях святых Потому что монахи писали Я сделал Выкладку По всем житьям Сколько Святых монахов Сколько было Преподобных Сколько Еродивых И проще Ты ужаснешься Из тех Которые благовествовали Кто указан И кажется Один и что ли Процент только Все остальное Монахи пленили Под себя Канонизировали Сами себя То есть Своих подобных И далее А какой принцип Ну очень простой принцип Она ушла Или допустим Он ушел И хорошо Если построил храм Это уже Если монастырь заложил 100% гарантии Будет канонизирован Ну вот и все Воводы Против этого стиха Одни даже Подражания Подражайте вере А все остальное Интересное Сказание Древности Давай Глава 9 Первое послание Коринфянам Первого стиха Не апостол ли я Не свободен ли я Не видел ли я Иисуса Христа Господа нашего Не мое ли дело Вы в Господе Толкование Сказав Если пища Соблазняет Брата моего Не буду есть мясо Да вы Кто не почел Его тщеславным И самохвальным Вынужден Наконец Объявить Что воздерживался И от дозволенного Чтобы не соблазнить Кого-нибудь Тогда как Христос Заповедал Проповеднику Евангелия Питаться от Евангелия Лука 10 То есть За счет Поучаемых Я Говорит Лучше Решился Истаивать От голода И ничего Не брать От вас Но работать Своими руками И питаться Своими трудами Ибо Как кажется Были у них Некоторые Учители Богатые Пользовавшиеся Честью За то Что учили Безвозмездно И тем Старались Пристыдить Павла Уразумев Это Он Как я сказал Не хотел Кормиться За счет Своих Учеников Хотя И имел На это Право Так Говорит Я веду Себя А вы Не воздерживаетесь И от Идоложертвенного Такова Вообще Мысль Этого Места Которую Он Раскрывает В нескольких Стихах Впрочем Рассмотрим И порознь Каждое Изречение Сущее Не апостол Не я Чтобы кто-нибудь Не сказал Тебе нельзя Брать Потому что Ты Поэтому Ты и не берешь Говорит Как Разве Прочие Апостолы Не берут Да Скажешь Что же Разве Я не апостол То есть Такой же Как они Далее Сущее Не свободен Я То есть Никто Не Никто Не Возбраняет Мне Брать Чтобы Не сказали Опять Прочие Апостолы Важнее Тебя Потому что Видели Господа Говорит Не видел Ли я Иисуса Христа Господа Нашего Ибо После Всех Явился И мне Как Некому Извергу 1 Коринфянам 15 8 А быть Самовицами Христа Было Действительно Великим Преимуществом Ибо Сам Он Говорил Блаженны Ваши Очи Потому что Вы Видите То Чего Не Видели Пророки И Цари Сказано В Евангелии От Луки 10 Глава 23 24 Стихи Если Ты Свободен Если И Ты Апостол Но Не Совершил Никакого Дела Апостольского Что Из Этого Ибо И Иуда Был Апостол И Видел Господа Поэтому Говорит Вы Мое Дело Значит Я Исполнил Служение Апостола Но Сказав Важное Прибавил В Господе То Исполнил Силой Не Своей Но Господней Вопрос Почему он говорит Не видел ли я Господа А при чем тут видел Не видел Речь идет не об этом совсем Ему никто такой вопрос не задавал Зачем он Апостол Ставил это предложение Вы когда считаете Сами Учитесь Задавать вопросы Апостол С нами рядом И вот это отношение К нему Людей Подтолкнуло Его Сказать А почему Потому что Они определяли Избрание Христом Наяву Незаочно Невиртуально Петр ходил с ним Иоанн на груди Возлежал Хлеба Корзины Под 12 корзин Обедков Было Понесли Они его видели Они апостолы Посланники А ты его видел И Павел Тогда и говорит Я апостол И самое высшее доказательство Что не видел я Господа Где ты его видел Так он не одному являлся А вам 12 Доказательства У Павла были Ни одного не было доказательства Должны были поверить на слово Поэтому к апостолу Павлу Такое С предосуждением Отношения мусульмана Других Он говорит Видел Ну а доказательства Какие есть Что он видел Допустим он видел Так но На каком основании Я должен верить Видите как Апостол Павел Говорит многое Что не доказуемое Никак Иногда он доказывает Так Что я даже удивляюсь Как можно быть Миссионером И свидетельствовать Людям о Христе И такие доводы делать Которые вообще Ни в какие ворота Не лезут Но мы приняли Это канон И принимаем Как канон Только поэтому Которые неверующего Никак нельзя заставить Этому Сейчас евреев Уверовали А потом остаток спасется На каком ты основании Говоришь Ну мне откровение От Бога было Что ты посмотри Что евреи Это делают Весь мир обобрали На золотых Говорят Кроватях спать Золотые унитазы А вот так Обратятся к Богу И они его примут Как Мессию и Бога А почему Мне Бог открыл Он явился мне И мне открыл Ну а Чем ты подтвердишь Ничем Верь или не верь Ну я не верю Ну не веришь Идешь своей дорогой Ты не спасенный Петр Когда говорит Когда мы Отвели гласно Услышали голос Там были на вершине Что есть Сын мой возлюбленный В котором Мое благоволение А кто Три У него два свидетеля были И это слышали апостолы Которые подтвердили Да На горе Фавор Ну или не Фавор Какая другая гора Явился Господь И нам это сказал У Павла не было Ни одного свидетеля Никто не видел Когда шел И его Осиял свет с неба И он упал И говорит Что Они свет видели Но не видели Говорящего Они не видели его Они только свет видели И они слышали Как Павел разговаривает Но не слышали Кто ему говорит И поэтому Эти два места Они противоречат друг другу Но когда начинаешь Понимать Суть Тогда понятно Люди слышали В одном месте Слышали А в другом не слышали Слышали голос Павла Что повелишь мне делать Итак А что в ответ Ты сказал Тебе надлежит Много за мое имя Пострадать Иди тебе сказано Будет что делать Вот этого никто не слышал И поэтому Даже Людей когда спрашивали Которые были С Павлом Потом Павел встал И говорили Ну а вы с Павлом были Да я был Когда он шел на пути В Дамас И вы видели Как упал Да я видел И что слепой Да видел Ну он говорит Ему Христос Себился Нет Никого там не было Просто свет Какой-то был Ну свет Мы не понимаем Но голос слышали Голос слышали Какой Ну его Савлов Нет А того кто говорил Того никто не слышал Доказательства Не то что шатки А никакие Говорит На седьмой воде Кисель Надо в это поверить Вот здесь Подвиг веры Или верующий Или верующий Или неверующий Где-то еще Помогает разум Рассудок Матфея Где рассказывает У Ильи были Тысячи свидетелей Когда огонь пал Хватайте Они схватили Казнить Здесь ни одного Свидетеля нету Никто И Павел говорит Об этом Он мне явился Ну а теперь все Видите Как моя жизнь Переменилась Да как Это был гонитель А стал гонимой Вот лучшее было Доказательство Его жизнь Он обратился Он стал другим И вы войдите Вот эту обстановку И тогда будет понятно Что он хочет сказать Теперь Не видел ли я Господа Все знают Да не видел Где ты видел его Ты гони гнал Ты у Голгофа был Не был А сейчас Говорит Он был на Голгофе Павел Там все-таки Гвозди подавал В чем вы думаете Многое люди Фантазируют Не боясь Бога Вот пишут сейчас Он уже написан Акафист Александру Невскому Я когда считал Думаю Ну на Какие фантасты были Беляева Когда Герберт Уолл Еще далеко до них было Мюнхгаузен И он до того Возлюбил Господа От юности Своей я Александр Невский От юности Возлюбил Он возлюбил Воинское искусство Это было Герой веры Это патриот был Он знал Как мечом Он сильно был Такой меч держал Мог разрубить Пополам С конем вместе Вот что он возлюбил Он Бога Так и По наслышке Слышал Так вы Против Александра Невского Да я его знать не знаю Я в глаза его не хочу видеть Зачем он Он весь в крови был Когда борол А кого тогда Алексей Который принял Схему Когда отрехся От этой жизни своей Вот этого я знаю Бывшего Который был Александром Невским А стал Алексием Вот этого я знаю Я ему молюсь Хотя называем Хотя называем его Александром Что я сказал Не по Евангелию А они знают И ничего вы не знаете Знать точно по Евангелию Считай А еще В первой главе Когда апостолы Выбирают Двенадцатого апостола Они там говорят Давайте Изберем Того Который был с нами Ходил И с Господом С первого дня С первого дня То есть Понятно что Избиралось Именно потому Видели Христа Или нет Но Христос посылал Или не посылал Да Вот это сильное место И Павел Поэтому козырнул Я его видел Доказательств никаких И поэтому Не все ему поверили А вот меня спрашивают Другой раз А ты поверил бы Где-то Не знаю Сомнительно Я бы потребовал Другие доказательства Но вот Господь Говорил что Я Бог Христос Поверил бы Не поверил Это я точно знаю Это меня Фаина Зажала на этом Еврейка И я ей говорю Не поверил бы Теперь я верю Потому что Вознесся он Уже 2000 лет Чудеса Церковь А тогда ничего этого не было Сидит у меня Обедает Ну рыбу загнал в небо Это еще можно Такое бывает Но Бог Вселенную Создавший Сидит у меня за столом Да позвольте Все огородите И поэтому понятно Как к нам евреи относятся Они нас называют Тьма заблуждений И тьма своей веры Ну не надо же Забывать Что И двери были заперты Из опасения От иудеев И Христос Прошел сквозь стену И еще один Не поверил до конца Фома То есть это Его не было Ну не было Но однако Я говорю что Одиннадцать только Вернее Десять только Было уверовавших А что они поверили И он придя Упрекал их за неверие Вот они поверили Он упрекал за неверие Это не за веру Упрекал За неверие А вот я за ширмой стоял Вышел И все А то ли он А то ли не он Вот многое было Что И потом является еще И опять Не будь неверующим Верующим Не только ему Блаженный Кто не видели Поверили Он не стал Говорит что я явился Вы меня видели И поверили Но блаженный Не видевший Он ублажает Именно состояние Не видения А на веру Принимать Я вот все время Представляю что я бы был там И как бы я себя повел Тут я поверил Тут не поверил Не поверил Постепенно может быть Подвязаясь за него Страдая за него Считай Второй стих Если для других Я не апостол То для вас Апостол Ибо печать Моего апостольства Вы в господи Толкование Не говорю что я Учитель всей вселенной Но вам Разве я не учитель Почему же я не брал Ничего от вас С которых взять Имел особое право Через такую уступку Еще более подтверждает Речь свою Ибо печать Моего апостольства Вы в господи То есть Доказательство Если кто Пожелает убедиться Точно ли я апостол Я укажу на вас Вы составляете печать И подтверждение Моего апостольства Ибо я совершил Между вами все Что должен сделать апостол Ну апостол Это посланный Переводится То есть Апостол Посланный От кого И с чем Посланный Для чего Ну когда Можно тоже сказать Здесь Четыре вопроса Задать И апостол Павел Его называют Еще тринадцатым Апостолом Но он стоит Первым Во главе Как бы Всех других Даже апостолов Почему По миссионерской Значимости Своей Почему Потому что Хотя И апостол Петр Первый Проговорил Миссионерствовал Язычником Это у Корнилия Было Мы читаем Десятой главе Но апостол Апостолу Павлу От Господа Было доверено Обратить Всю языческую Вселенную То есть Он даже явился Мы как бы Говорим Что кто-то Там Начатки Веры Допустим Христос Он начаток Нашей жизни И так далее Действительно Христос Он церковь Какую создал Церковь Вот только Церковь Как бы Общая Церкви не было Только тогда Церковь создалась Когда Христос Вознесся Через десять дней И Дух Святой Не шел И уверовали И возымели Такую Твердую веру Ученики его И те кто рядом был Ну ученики Все будут Там написано Пятисот братьев Уже Христа Провожали на небо И такая вера была Что пошли Проповедовать Но Апостол Павел Он пошел еще дальше Еще дальше И он в Испании был И Франции Там прошел Он югами И Италия его Оказалась В конечном итоге И Греция И Малая Азия И в Антиохии он был И в Аравии он был Мы смотрим Он только что делал Ходил и ходил И плавал И плавал И это отражается В его Вот этих путевых Заметных дневниках Посланиях Он это все Все переживает И сколько он там пишет И в гонениях на море На реках На море Был в опасностях И от братья От лжебратьей Куда только И он не попадал Апостол Павел Он все прошел И поэтому Конечно Здесь Ставить Какие то знаки Вопросительные Или еще что А правда это или нет Конечно он был апостолом Вот в том смысле В котором Господь оставил Когда сказал Идите Научите Проповедуйте Крестя Во имя Отца Сына Если так Духа Он все это оставил А чтобы На него Вот это видать Не падало Таким Каким то Отвестным Ударом Он просто сказал Крестить Так я не крестить По словам А благовествовать Крестить Крестить Это понятно Он есть там За мной идут Кому надо Сильнейшие Меня Он уже так Апостолов Называл И там Епископы Уже поставленные Рукоположенные Уже Земля Тогда Вся цивилизованная Во всяком случае Наполнилась Языческая Естественно Это была цивилизация Называлась Уже наполнилась Церковью Христовой И были уже те Кто будет крестить А он шел И благовестил И уже на этом Его благовествуемом Он говорит Я никогда не созидал Там где уже Прошло благовествие Всегда нас ожидал новое А новое явилось Это вся вселенная Апостола Павла И почему Но он мог говорить Ясно что Если его послания Остались В таком количестве 14 только Ясно что он писал Больше Он писал и писал Неустанно Это понятно Он такие мысли И вот то что осталось Слава тебе Господи Мы теперь На этих его мыслях Мы можем построить церковь Ну строится церковь Она есть Строенная Потому что если брать Одно Евангелие Без дополнения Апостола Павла Вообще Ну практически Невозможно Построить отношения Ну может быть можно Но Господь нам и дал Это не в подпорку Новый Завет Идут послания А как уже Именно Слово Божие Хотя мы знаем Кто его писал Прям рукой Если там раньше Допустим Книга Бытие Там Исход Кто писал Моисей написал А кто говорил Господь на Синае Он сидел писал А вот это да Да когда это было Да это было Тысячи лет назад Ого А здесь В прямую идет история И Господь Все таки Чтобы показать Что Это Слово Божие Он заканчивает Новый Завет Все таки Книга Откровения Не посланиями А так бы было интересно Послания бы Заканчивались письмом Но нет Заканчивается Опять видением Опять пророческими Необыкновенными Явлениями Которые никто Даже сейчас Понять не может Да и не надо понимать Там все понятно Если на духовный Уровень переводить Все ясно Понятно идет Страшная борьба В человеческом сердце В каждом И в нашем с вами В каждом человеческом сердце Происходит борьба И Бог борется с Богом Сатана борется С Богом В человеческом сердце Пытаясь победить А уже Он побежден Сатана побежден Мы должны это знать Но человек побеждается Удовольствием Похоть плоти Похоть отчей И гордость житейская Для этого у нас Братья и пост Который сейчас наступает Существует Для этого мы сегодня Прошли прощенное воскресенье Для этого мы здесь Собираемся с вами Потому что церковь жива Ее принесли апостолам Третий стих Вот мое защищение Против осуждающих меня Толкование Желающим знать То Откуда видно Что я апостол Я предложу Свою защиту Вас Ибо доказав Что Далее Выделено Вы всему Научены Мной Я поражу Осуждающих Меня И Маленький Комментарий На это Вы всему научены Мною Игнатия Тихоновича Комментарий На суде Божьем Спасенные Через Евангельскую проповедь Будут Живыми Свидетелями Того Кому За них Предлежит Похвала За их Спасение И тот Через кого Они обратились Ко Христу Может смело Сказать Вы Всему Научены Мной Вот у нас Сейчас в церкви Совершенного Противоположности Вот так Вот нигде Не собираются Я вот Когда был В Бугачево Там этот Отец Сергий И Чтобы собрать Я думаю Ну не собрать его Он убегает Как все священники Я думаю Ну что сделать Думаю Ну ладно Придется приманивать Давай там Руки ему Там целовать Все Все А сам еще молчу Не говорю Что поговорить надо Ничего не думаю Он молодой Еще спугнул И в конечном итоге Говорю Мам Давай молиться Чтобы это Завтра получилось Чтобы он остался Она говорит Он не останется Он уйдет уже Все Уже знаем Что он уедет А машина ждет Все Ну ладно Молюсь И вдруг Он остается Чисто случайно Машина откладывается Он бы уехал И мы садимся За один стол И он начинает Восхищаться Ооо Сестры Бачка Так мы вас каждый раз Ждем Пожалуйста Мы все время приносим Они все время приносят Иногда больше Иногда меньше Всегда приносят И он никогда не остается И за 6 месяцев Сколько он у них был Он вот тут впервые остался И вот тут мы начали Ну тут поговорили Я вот так вот съел Ну я вот с этой стороны сидел А он так В центре конечно Сидит Ну поели У него бутербродики вкусные Там пирожок вкусный Все Все вкусно Все благодарю Ну и я думаю Ну под это Когда он поел Под это думаю И надо начинать разговор И вот Начал говорить О том Почему торговля в центре В церкви Крещение Троекратным погружением На все на все Уже есть ответ Он на все на все Отбился Все мне Все разложил по полочкам Что все это нормально Все это хорошо То есть он этого Как не заметил Вот как бы В житии Этой фатинии Можно все незаметно Вот так пропустить Как я все сегодня Разложил Как бы незаметно Вот На стороне Московской патриархии Они сегодня Меня должны по идее Даже полюбить Потому что я очень Хорошо все рассказал И мужскую одежду Можно носить на самом деле И монашество Это неплохо Житие Ну то есть все прекрасно Вот так и надо Прожить свою жизнь Работай только там Сиди где-то Но слово Божие Это оно Никуда не денется Остается на первом месте Вот чем дело И апостолы Они ими нанесли Слово Божие Слово Христа Причем Самое главное То что они Своими рассказами Могли это слово Оживить Они его вживую Показывали Потому что оно живо И действенно И острее меча Любого обоюда острова И никогда Слово Никогда Но не задевало Апостолов Они всегда Говорили Точно Направляя На слушателей Это слово И люди Как-то верили И вселенная Пошла за апостолами Индия Покорилась Если бы Не дальнейшие События Которые Слово Божие Обратили Почему-то В предание Старцев Опять Ну почему Мы тоже Это догадываемся И знаем Потому что Нас зашли Лже пророки Лже учителя И в общем-то Вот те люди Которые Сейчас нападают На апостола Павла Это Это уже В дальнейшем Вряд Ну Может и там Покаявшиеся Будут Но это Как раз Эти Лже учителя И лже пророки Будут Из них И уже Мы видим Дальше В посланиях Как его уже Гонят Уже там Димитрий Уже Диотреп Уже Гонят его Диотреп И апостол Павел Уже жалуется Дано мне Жало В плоть Кто-то Неправильно Переводит Это однозначно Гонители Ему Тому Кто отдал Всю свою жизнь Посвятил Всю свою жизнь Евангелизации Именно На Евангельской Вере Говорит Ваше Четвертости Или мы Не имеем Власти Есть и пить Толкование То есть Взяв Нужное С учеников Мы Не пользуемся Этой властью Хотя мы И имеем Ее Пятости Или не Имеем Власти Иметь Спутницу И сестру Жену Как и Прочие апостолы И братья Господни Екифа Полкование За апостолами Следовали Богатые Женщины Которые Доставляли Им Необходимое И всю Заботу Об этом Принимали На себя Чтобы Чтобы они Занимались Выделено Только Проповедью Примечай Что Верховного Он поставил После Как важнейшего Выражая Такую мысль Что мне Говорить о прочих Сам Петр Так делает Братьями Господними Называет Иакова Епископа Иерусалимского Иосию Симона Иуду Сказанного Матфея 13 глав 55 стих Которые Назывались Братьями Господа Потому Что Иосиф Был Обручен С Богородицей Комментарии Игнатия Тихоновича На слова Они Занимались Только Проповедью Сегодня Ни один Архиерей Ни один Священник Не может Сказать Что они Занимаются Только Проповедью Даже При всем Желании Под страшными Угрозами Исходящими От слова Божьего Не заниматься Ничем Иным Выполнить Эти слова Никому Не удастся Его Сразу же Объявят Еретиком Если Человек Надел Рясу Ризу То Он Должен Проворачивать Непрерывно Крещение Мертвецов Отпевание Мертвецов Венчание Мертвецов Есть Некоторые Имеющие Страх Божий И они Хвалятся Что у них Службы Не сокращаются Они Вычитывают Все Что у них Старинные Иконы Что у них Троеточие И так далее Но кто Скажет Что у них Только Проповедь И они Занимаются Только Проповедью Кто скажет Нету Да у нас Даже этого Нету Так что Что у них Проповедь Только Проповедь Во-первых Мы даже Не понимаем Как это Только Если Была Только Проповедь Представь Не один Игнатий Таких Таких Человек Чего Было Все Заквасили Опять Наш Россию Но этого Нет Оно должно Быть Вот чем Дело Оно должно Быть Просто Здесь Об этом Речь Без молитвы А то Как Вот Сегодняшний У них Поставлен Называется Сам Дурак А мне Это Надо А ты Что Умнее А вы Что Одни Спасаетесь Что За Вопросы И Не по Евангелию Ничего Ну Хоть Бы Около Евангельское Спрашивали Около Духовное Даже Этого Нет Тям Не хватает Они Даже До Истории Сегодняшней Не Могут Прикоснуться Им Все Тяжело Мозги Уже Распухли От Чего От Бездили Интересное Одно Выражение Есть Это Дианях Постал Они Говорят Были Благомысленные Дерии Фессалоникских Ибо Ежедневно Разбирали Слово Боже Так Лето То есть Ежедневно Работу Оставляли Приходили И сравнивать С кем То есть Те Были Не Такие Умные А Сегодня Ни Грам Не Будут Беседовать Вот Баптисты Ко мне Приходили Одну Проповедь Иоанна Звотауста Прочитать Не Могут Ну Где Он Главное Скажет Я говорю Так Подожди Он Сейчас Объясняет Что То 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 На Мне Конкретно Я говорю Ну Конкретно Вот Так Давайте Причь о Десяти Девах Считаем Что Означает Масло Ну Дух Святой Дух Святой На базаре Продается Идите Купите Покупается Кто А ты Помысл Купить Говорит В грех Тебе Это Семь Ну Маленько Рассуждайте Дальше А что Тогда Такое Добрые Дела Соделанные В Духе Святом С Любовью Добрые Дела А почему Так Довидят Люди Добрые Дела Ваши Довидят Ваш Свет Свет И добрые Дела Это Одно И тоже Через Днак Правенства И оно Не может Укрыться На вершине И горы Все Я гляжу Вот какие Мирские Люди Бывают Обязательные Вот у нас Наклоненное Дерево Прямо Выходишь Где-то Я его не видел Меня Виктор Андреевич Спросил А вы видели У нас дерево Тут падает Я посмотрел Правду Ну мимо идешь И его не видно Оно Прямо рядом Между дорогой И между тротуаром Ну и написал Бумагу Вот Людмила Степановна Отнесла ее Жена Центральный район В администрацию Проходит Какой месяц Проходит Ничего нет Я думаю Наверное Надо сходить еще Два бумага Приходит С выездом На место Была комиссия Подтвердила Все так Дали указание Тому тресту Который наблюдает За всем И они должны Убрать Ответ Дерево Обыкновенное дерево Наклонилось Здесь скажи ты Никакой Обязательности нет Мы договорились Рабочая группа Создается Они инициативу Проявили Московская патриархия Собрались Батюшка дома Там барашка заколол Чтобы угостить Как надо Ну Пир горой Последний день А мы не приедем Почему А мы не приедем Ну не приедем Я понял А почему Причина какая Ну никакой С ними дело Нельзя иметь Они подлые Подлые До мозга костей Собрали людей Пригласили Отовсюду Ни слова не говорю А раз Скинули и все И по сегодняшний день Не говорят причину Я их пригласил Вот сейчас было Сказал Сколько священников Сколько семинаристов Весной давал программу На благовестие Поехать вместе Ни одного ответа Никогда не дают Их нету А что Должны отвечать Вот сегодня Утром у меня Не включается компьютер Я не знал Что у компьютера Существует болезнь Называется Синяя смерть Интересно Я никогда Не видел это А когда у меня Вспыхло На экране Синим Букву пошли И все погасло Ко мне кто-то На скайп идет И она гасит И Витя приехал Взял программу Нажал И она показалась Синяя смерть Он умер Он у меня его отсоединил А он у меня есть в проводах Там колонки к нему Конца нету Увез Вчера вешеном привез Устанавливает Программа вся другая Я не могу нигде ничего найти Ну постепенно привыкнул Другие папки Другие файлы Все другое Но она стала работать лучше Но утром сегодня я встал Включаю Она не включается Туда-сюда Нигде нету Север потерян Ничего нету 38-38-38 Я набираю Службу поддержки Вы отключите Я говорю Да я отключал Еще раз отключите На 5-7 минут Ну я отключил Включил Ничего нет Она говорит Я больше ничего не могу сделать Я перезагрузку дала вам Сейчас прихожу домой Звонок Так вы заказывали помощь Я говорю Да Ну Я говорю Да сейчас приехал у меня программист А видите сидит Он уже направил Все в порядке Я говорю Все в порядке Спаси Христос Ну вот уже поблагодарил И все И при том это бесплатно делается Ну бесплатно как я Деньги-то каждый месяц Надо полтысячи отстегнуть И они обязательно отвечают Наше письмо написали на Премьер-министра Медведева Дмитрия Настольевича Я сейчас не знаю сколько Но больше 10 ответов пришло На одно наше И Хабаровский край ответил И автономная республика И еврейская Там кому помогали Везде благодарят Что мы решили их принять И Ну А им дали денег Их никуда не отпускать Иначе Восток пустой А вот сейчас Десятки миллионов Могут хлынуть С Украины Это наше Потеряевка ждет Своего часа И чем там будет хуже Тем нам лучше Нам есть на ком Показать добро будет Накормить Напоить Привитить Положить Вот так Сейчас еще маленько где-то И мы будем писать туда Премьер-министру Медведева Я знаю он добрый Откликнулся А наша Никогда не отвечает Патриархия За 50 лет Ни на одно Мое письмо не ответили Ни на одно Это Дыра Черная Вот так Считай дальше Шестой стих Или один я И варнава Не имеем власти Не работать Толкование То есть Уже ли мы Не имеем власти Жить без работы И содержаться За счет Своих учеников Не работая Не умолчал И о варнаве Который Как ему было известно Был так же Точен В этом отношении Ибо Он жил Своей работой Седьмой стих Какой воин Служит Когда-либо На своем содержании Кто Насадив виноград Не ест Плодов его То есть Воины должны Быть уважаемые Сейчас там Сменилась власть А которые Защищали власть Там у них Беркут Сейчас дали указания В больницу обращаются Они ранены Их камнями били Не помогать Им есть нечего Не кормить Православные Так они сейчас Просятся Беркут Не просятся А их приглашают В Крым Это вояки будут Уже воевать будут Против севера Дурнее Ничего нельзя Придумать Их же защищали Правитель убежал Их бросили А их сейчас Глобят У каждого Семья Им грозят Дома Там Убийством А они С щитами Только закрывались Когда показывают Они Булыжники Долбили И били Камнями Ужас И показывают Вот такие дыры В щитах Пробитые Один упал Там со щитами Пятятся Они его палками Добивают Их не лечить Ничего нельзя Да какая-то вера Действительно Фашизм Или коммунизм Назвать можно Но там Нужна молитва Ну они же И говорят Это националисты Только украинские Одна Ну это Какая разница Фашизм Я их понимаю Тогда зачем Прилепляться К церкви Праведный Гнев Праведная Немность Я их не сужу Немцы Тоже Они ходили В храмы Те которые С Гитлером Тоже молились Враг голоден Пораненный А врач Должен Ищить Независимо от того Кто это Медведь Или кто Фашист Коммунист Врач Обязан Ищить Любого Бандита В гитлере не была Запрещена религия Кто сказал Они просто гнали Тех кто проповедует А это проповедовали Те ходили Кто ходил Тех брали Церкви были открыты В России Церкви Сразу открыли Сразу Только они зашли Какой Это придумал Кто-то Их называли Бибельфоршер Исследователи Библии Нас бы сразу Стали гнать Да Те кто ходил Те кто проповедовал А так церкви Не закрывали Свои фашисты Ходили Молились Однозначно Были католики Там и лютеране Там все Они так и остались Тем более Что Италия Тоже была фашистская Там папа был То есть тут Я не знаю Откуда Гиммлер создавал Абсолютно Новую религию Потому что Потом придут в классе С христианством Полностью Должно быть Похожено Потусторонняя связь И кончилось Ничем Слава тебе Господи Ну там же Как раз У нас И о религии Тоже вопрос Стоит Там в Киево-Петчевскую Лавру Хотели зайти Мощи Забрать Все реликвии Они же То есть Это тоже Идет Все-таки Через религиозное Движение Однозначно И Они там ходят Бритые Ну в таких Как-то военизированных Таких костюмах Ну видно Что он Ихний священник И с крестами Крест чистый Как у католиков И они там По Майдану Ходят С ним На колени Там кто становится Дать исповедоваться Или что То есть Там все это было Просто это пока еще Не облеклось Форму Рассказа Правильного А то что там Запад Картолит И униатство Действует Это однозначно Может там Иезуит Да Ну я думаю Что в пределах Двух месяцев Кое-что Разрешится уже Кстати Вчера программу Смотрел Ну это Мельком Показали Арестовали Одного русского Который был на Майдане Молодой парень 24 что ли Года ему И он с охотой Так начал рассказывать Он говорит Я то на самом деле Убежал от них А что ты туда поехал А он из Петербурга А я говорит С собой взял Каска у него Ну короче Обмандирование Бронежилет С собой Говорит Я взял каску Ботинки Ну так Говорит В общем Дубинка у него У меня была И поехал там Ну созванивались Они по интернету Все Он говорит У нас Что там было Какая отряд Из Америки 50 человек Где-то приблизительно Были Потом Из Литвы Из Польши Человек Из Германии Человек по 40 Ну то есть Народ это Все Приехали Военизированным Ну говорит Хорошо подготовленные Немцы Были Американцы Говорит Вообще ребята И говорит Это Ну Они говорят Жестокие очень Он сам парень Сидит Я говорю Одну ему Как бы Дискриминируют Что Как терроризм Он говорит Да вы что Я сам от них Еле убежал Там бы Если бы они Меня Вот это Хоть бы я что-то Вам сказал Меня бы Убили Они в подвал Прям заводят Расстреливают А если кто-то Ну там Против старшего Сказал У них Ну там Неповиновение Его Говорит Сразу Говорит Это Здесь же Прямо Посреди площади Чтобы все Видели Как круг Майдан Образуют Его Тут же Раз Ну В центры Вводят И тут же Говорит Отметели Дубинками Говорит Там Кулаками Говорит Так Говорит Говорит Чтобы Ну понятно Всем было Так что Ну это вот так Первые сведения Пошли А еще Передали По вестям Что в думе Принят закон О том Чтобы Ну было Можно принять Граждан Украины Которые там Не могут жить И с очень Быстрым получением Гражданства Особенно Вот этих Беркутов Там По ним Принят закон Чтобы им Там Предоставили Место Жительства Предоставили Убежище И гражданство Сразу Они будут Наделены Всем Принят закон В думе Уже Я хочу сказать Игнать Тихонович Начал говорить Об этих Коктейли Молотова И я вот Первые дни Видел Я могу даже Сказать Ну эти Беркутовцы Они как Мученики Какие-то Они прям Стоят Они прям Бутылками У них Зажигательной Смесью Я бы так Подумал Ну может быть Какой-то Монтаж Ну видно Постоянно Они их жгут И они прям Горят И ничего Не делают Как сосунки Как Ну так бы Представь Твоего товарища Осадили Ну налетела бы Останать Там их толпа Целая стоит Ну дали бы им Сразу Всем по морде Каждому Нет Они встали Такие еще Отошли Давай его там Тушить Бегают Тушат Я думаю Что это за власть Такая Вот как У Николая Второго Была видать Уже И вроде и хочется А я же больно Там сделаю А вот если А что там Скажут люди А что там За границей Ну и дождался Революция пришла А потом уже Сидел и думал Эх Какого же ты Дурака Свалял Панкрат Егорович Лучше-то тебе было Конечно Остаться в Председском режиме Ну и теперь Уж поздно Пить Боржоми Нету почек Которые нужно Защищать У Януковича Что-то не давали Ну именно Янукович Я не знаю Кто там виноват Виноват С самого начала А вы видели Золотой унитаз Показали у Януковича И показывают везде Ну что Говорится Дыма без огня Не бывает Конечно А у Царевича Алексея И у Сестренок его Не могли добить Потому что у них Были корсеты У него рубашонка И камзончик Полностью Из камней драгоценных Из бриллиантов Ну что непонятного В чем дело закончилось Ну ты дай людям То тоже жить Ну ясно Что они хотят жить Они не работают Молодежь у них А ты где работаешь Спрашивают И они где не работают Русский Да он здоровенный Такой парень Ну видно Что где-то занимался Или что А потом оттуда бежит И глаза у него Видно как у У щенка Такого помитого Ничего себе Я нарвался Бежал с радостью А теперь убегать Да там Дух то Ненависти Они же сказали Конкретно Что мы будем До конца сражаться Это Турчинский И сказал А он раз и Стал этим президентом Я думаю Ужас какой Думаю Сейчас что-то начнется Вот пожалуй Три дня прошло Четыре после этого И вот уже Боевые действия Привести в боевую готовность Армию и так далее Начинается Игнатинович Вот вы когда говорили Там с Японии Сначала война Первый раз Вы говорили Потом с Китаем Говорили А в конечном итоге То оно оказалось Ближе намного И вот это то Погорячее Это только начало Оттуда пойдут Когда это будет не то А сейчас там уголок Там одна область другая Здесь захватывает Полтороны сразу Да Там уже все распределено Кому где Россия уже по карте По цветным картам Распределена Кому какой стране Что достается А остальные Славянские населения Просто уничтожают Какая радость На уничтожение Мы так что-то Раду на небо Да На какой у нас Там уже старый Нам-то что уже Все не просто так Да мы поспорим Молодец Ну еще Жестокость идет Впереди Так Продолжаем Кто пася стада Не ест молока Стан Стал Стал Ибо все воины Пользуются содержанием От общества Прилично поставил На первом месте Служение воина Ибо оно имеет Сходство со служением Апостольским По соединенным с ним Опасностям И по борьбе С мысленными врагами Этим примером Указал на трудность Множество Бедствий И забот Впрочем Не сказал Не употребляет Весь плод Но Не ест плодов Не сказал Также Кто не обогащается От плода Но не ест Так повсюду Убеждает Искать необходимого А не излишнего Не сказал Продает овец Или съедает их Или Все молоко Но Молока Показывая нам Этим Что учитель Должен довольствоваться Малым вознаграждением И необходимым Содержанием Именем Пастыря Указывает На то Что учитель Должен иметь Большое Попечение Продолжаем Восьмой стих По человеческому Или только Рассуждению Я это говорю Не то же ли Говорит И закон Толкование То есть Разве я Только человеческими Примерами Подтверждаю это А свидетельства Из писания Не имею Я могу доказать Что это И Богу угодно Тоже повелевает И закон Который Не от людей Но от Бога Девятый стих Ибо в Моисеевом Законе написано Не заграждая Рта У вала Молотящего А валах Лепечется Бог Толкование С избытком Подтверждает Желаемый Предмет Почему и Приводит В пример Ивалов Что же Уже ли Не печется Печется Но не так Чтобы Давать законы О них Поэтому Заботливостью Обесловесных Внушал Нечто иное Именно Приучал Иудеев Заботливости Об Учителях Отсюда же Узнаем Что все Что не говорится В Ветхом Завете О бессловесных Что служит К назиданию Людей Десятый стих Или конечно Для нас Говорится Так Для нас Это написано Ибо Кто пашет Должен Пахать С надеждою И кто Молотит Должен Молотить С надеждою Получить Ожидаемое Толкование Употребил Слово Конечно Как о предмете Общепризнанном Чтобы не дать Слушателю Повода Возразить Что-нибудь То есть Учитель Должен Возделывать Ниву сердец И трудиться С надеждой На воздаяние И вознаграждение Отсеяние Перешел К молодьбе Чтобы и этим Выразить Как много Трудов У апостолов Ибо Они Ибо И они Пашут И Молотят Поскольку Пашущий Только надеется А молотящий Отчасти Уже И наслаждается То сказал Что молотящий Получает Ожидаемое Им А дабы кто-нибудь Не сказал Что же За столь Великие Труды Апостолов Ты полагаешь Им вознаграждение В том Только Чтобы получать Пропитание Прибавил С надеждой То есть Будущих благ Так что Должно надеяться И тех благ До сверх того И есть И пить За счет Учеников Я вопрос Хотел задать А вот Кто-нибудь Вообще Подсчитывал Сколько процентов Допустим В общине У баптистов Я уже не говорю Про православных Прочитал Новый завет Допустим Ветхий завет И сколько раз И какие Проходил С обучением Не просто Прочитал А что Изучал Именно Потому что Я вот что могу сказать Я тут прочитал Один канон Давно Что-то каноны Я в руки не брал Взял каноны И Заинтересовал Меня Канон Последний Самый канон Соборные послания Перед посланиями Святых отцов Называется Собор Который был В Софии Премудрости Господней Храме И вторую главу Читаю И сразу Вспомнил Там кто-то Игнать Тихоновичу Недавно Говорил О монахах Там какой-то Спор затеял Я думаю Ему надо дать Вот эту канон Прочитать Да и все Второй Там все понятно Написано Там конкретно Пишется К тем епископам Которые Монашествующие И там конкретно Говорится Что вы На территорию Епископов Которые в своих Епархиях Ну нормальные Не монахи Вы вообще Заходить не должны Вам зачем Вам зачем Разбирать Мирские дела У вас Свои монахи Есть Вы там-то И разбирайтесь А как все Перешло так Что сейчас Одни монахи Получается у нас Монах на монахи Монахом погоняет Ничего монахи Ничего монашеского Там где Вся истина В полноте У тебя Обращаешься ты К какому-то вопросу У тебя Господь тебе Все высвечивает А то Не надо будет Вам Будете научены Духом Святым Ничего себе Научились Нигде найти Не можем истины Только вопросы Одни задаем А что есть истина И ладно Мы просто задали А то повернулись Пошли этого человека Еще убили Который не понравился тебе Ну если так Можно я Если так Вот ты как сказал То Это истина Как вот читаем Сейчас мы читали Кафизм это Читаем Псалтырь Истина Исходит из земли А правда Проникает с небес Истина Из земли Из земли Истина с небес Истина Из земли А правда Проникает с небес Ну Поэтому И что Ну так написано В Псалтыре Почему истина С земли Потому что Здесь ходил Христос Я так понимаю Истина с земли Он принес нам истину Он за нас умер Вот наша истина Он В преисподней Это Я вот так только Растолковала А правду Мы никогда На земле Не добьемся Правда Проникает с небес Мы знаем Что она есть Но у нас Ее на земле Нет Поэтому Ты канон Прочитал Канон Прочитал Ты говоришь Вот истина Вот истина Истина на земле У нас есть Вы ее берите Вы ей пользуетесь Правда истина Это одно и то же А правда Проникает с небес Почему разделил Тогда Правда истина Это одно и то же Нет Истина Истина Господь А правда Я есть истинная Жизнь Вот он А с небес Что Правда Значит Правду Нам может дать Только Правосудие Правосудие Все наверху Ну а вторая глава Деяния святых апостолов Апостолы Получили Откуда И Кого они получили Что Дух Откуда пришел Дух Откуда пришел Дух святой Откуда написано С небес Я и говорю Дух святой И раздался Страшный шум С небес С небес Он пришел С небес И он дал нам Что Правда истина Это одно и то же Он дал нам понимать Которые Ну тут разделены Что Земли Истина А правда Проникает С небес Так И что вы нам Хотите сказать Ну вот как ты Сейчас объяснял Про канон То говоришь Вот я не пойму Вот где это истина А истина на земле Да Теперь вот я хочу сказать Кто нибудь Подсчеты эти Производил В общинах Вот допустим Они избирают Избирают Апостолов Которые Эти Дьяконов Которые облечены Силой Духа Святого И Избирают И их ставят Действительно Хороших Дьяконов А один из них Нехороший оказался Николай Николаиты Потом получились Он был Дьяконом первым Везде Погрешно У меня один вопрос Я сегодня его не задал Я мог бы задать Вот женщины Которые здесь сидят Ну сколько всего тут Кого из вас Те свежесечения делали Заметьте Пожилые Ни у кого нет Наши девчата молодые Сами врачи Всех подряд режут Возьми Настю Ладно Изрезали И все Два ребенка Третьего уже не родить Вырезает Все Возьми сейчас Надю Я не знаю Галю у нас только нет Это сейчас Сама врач Закончилась красным дипломом Попадает Один раз режут Другой раз режут А она кричала Юля говорит Что нормально ребенок Никаких Кисарят Это указание Чтобы русская нация Не появлялась Режет И все У моей матери было 12 детей Никакого Ничего не было У Вали У моей сестры 7 ребятишек Она дома рожала Дома родит А потом только сообщат Так врачи приходили Как они строжились Да мы Да у вас Какое-то имело право Дома рожать Человек родился Все ребята Нормальные Дома не давали рожать Вот наше время уже Ясно Что тут какая-то Подоплека есть Ну как они так Да вот Раз резать У нас в деревне Я даже этого слова Не слыхал Кесарева Может что-то и было Это просто Наши Сестры Не хотели рожать Рожать Я тоже так А я считаю Библией такое Да, перестаньте Фараон дал указание Там иголка Или как-то Когда рождается ребенок И вызывает его Вы что-то делаете А бабки написано Боялись Бога И когда они приходили А потом дети Рожаются Фараон снова Прошит Они говорят Еврейские женщины Сильнее И когда нас вызывают Скорая помощь Мы приезжаем Они уже на руках Держат Ну на руках Я не возьму Иголки Иголки А во время Родопта Они там Оперируют Кое-что делают Как этот Пишет врач Я встретился С таким невежеством А кушерки принимают И в матку Кладут Кусочек сахара А зачем А ребенка выманут Чтобы он за сахаром Потянулся И поскорее правильно вышел На выходе у дверей Кусочек сахара Ложат Нет сестры Я считаю Что вы зря думаете Тут на наших сестер Что они сильно хотят Чтобы их разрезали У меня Марина порезанная Я сам в этом участвовал Ее резали три раза И вот Второй раз Это было кошмар А третий раз Это катастрофа была Как мы остались Она жива осталась И у нас семья осталась Это только Господь Это вы не представляете Что такое резать Вы с вами не резали что ли Никогда Живот Но натурально развязают Что так Смешки что ли Наши сестры не хотят рожать Поэтому Разрежьте нас пожалуйста Да вы о чем Разговор-то ведете Вы мне операцию На ногу сделали И сказали Следующая операция Через год Прошло девять лет Я еще опомниться Не могу после той Какая девять Я каждый раз Захожу в эту больницу Виктор Андреевич Меня затянет Как пойду На УЗИ На это везде Думаю Господи Хоть бы не операция Только Господь Опять В твое время Многим делали Животы в спорте Нет Никто Да это ужас Кошмар просто И все Любой скажет Что это кошмар И голод был И все Никто Ничего не Юлю сейчас взяли Даже не пытаются Рожать Ничего Ты бери Надувай пузырь Учесть Ну а куда ты Денешь Никто ее Не запугал Да уж как Прямо Конечно Надо не соглашаться Самой Я ее уговаривала Все там запугывают И нормально Просто Вот интересно Он мусульман Он цыган Делает или нет Нет Мне кажется Вообще не бывает Они не допустят Они не успевают Вон Валентина Павловна Но старая времена И женщина Умирала Много Умирала Умирала Кто по перечным Презвижам Ну я нашел Это твоя Патология-то было Были патологии Да Они умирали Дети оставались Одни И женщины Патологически Тогда просто Деремня Кто бы им операцию Делал О чем вы говорите Ну было Было такое Ну это не частный случай А ты кисарилась Нет Я сказала Я сама Подружать Пожалуйста Они по показаниям Многие действительно Правильно Как говорит Александр Михайловна Мы боимся рожать девушки В родопалате Я говорю Вы что ненормальные Что ли Пусть нам лучше кисарь Мы проснемся У нас ребенок готов Так что Молодежь боится Действительно Сама Болится страха Ну может такие тоже есть Не знаю Сказки рассказывать О том что резать Ее один раз разрежут А второй раз Она уже не рожать Ничего не будет Просто ни разу Не рожал Как это больно Ну кажа свиня 12 пара Санта Но это не рожит Они просто никогда Не резали их Вот и все Я тоже был бодрячок До 25 лет Пока мне первую операцию Не сделали Ты никогда не рожал Поэтому Ну и у меня другое было Тоже не менее больничее Тебе там не резали Где мне резали Работать надо И безправильную жизнь До того жалко Докачу нарисит Работящие обе Не ну и рожать Тоже конечно Более страшное Но там хоть все естественное Господь все Как бы предусмотрел И главное если сделали Только один раз Разрезали Второй раз Она уже не имеет права Рожать Только резать Ну да Как бы уже Потому что лопнет Лопнет и все Они не успеют Ребенка спасти Продолжим Ну да Стress какая Время Все Да давайте 9-1-1 Закончили 9-1-1 Интересно Помощь Ради Бога Боже милости Будь мне грешным Создавами Господи Помилуй Бесчиславе согрешил Господи Прости меня Грешного И помилуй За молитвы Святых Отец Нашего Господа Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Аминь Аминь Царю Небесный Утешителю Души истины Иже везде Сы И вся Исполняя Сокровища Благих И жизни Подателю Приди И вселись Овны И очистены От всяких Скверных И спаси Блажи Души Нашим Святой Боже Святой Крепкий Святой Бессмертный Помилуй Нас Святой Боже Святой Крепкий Святой Бессмертный Помилуй Нас Святой Боже Святой Духу И ныне И присни Во веки Веков Аминь Присвятая Троица Помилуй Нас Господи Очисти Грехи Наши Владыка Прости Беззаконие Наши Святые Посети Исцели Немощи Наши Имени Твоего Ради Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу И Сыну И Святому Духу И ныне И присни Во веки Веков На небеси На земли Хлеб Наш Насущный Дашь Нам Днесь И остави Нам Долги Наши И мы Оставляем Дожняком Нашим И не веди Нас В искушение Но избави Нас От Лука Богом Во Твое Исцарство Сила И слава Во веки Аминь Господи Слава Тебе За этот Воскресный День Прости Мои Согрешения И каждому Из нас Предстоящих Пред Тобою Помоги И нам В радости Совершить Этот Пост И с ликованием Встретить Пасху Христову Утиши Этот Мятеший На Украине Примири Враждующих Сотвори Твое Чудо И нас Научи Ценить Это Благодатное Мирное Время Чтобы В одни Сходости Вспоминать Об этих Днях Изобилия Защити Это Место Пошли Добрых Жителей Селения Наших Знающих Закон Твой И усмотри Нам Место Для Благовестия Их Того Расположи Сорца Николая Виктора Тебе Божья Слава Хвала Счастье Поклонения Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Спаси Христос Спасибо Господи А сегодня Говорят Идти Поближе Церковь День Прощи Ты не В машине? Батюшка Рассказал Может Идти Куда Поехали Со мной Где церковь Где кто Как Я Я Тогда Я Поехали